Пока. Так, следующий вопрос. В каком произведении герои летели на воздушном шаре в цветочный город? Алиса в стране чудес. Нет. Стране зеркали. Не знаю-ка, и его друзья. Да. Да, Римхаляк, ну можно вас тоже попросить сюда? По одной, по одному лепестку пока. Так, следующий. Какой цветок охраняло чудовище лохматые в одноименном произведении Аксаковой? Аленький цветочек. Так, Аксаков. Так, еще. Продолжаем. Так, я, наверное, сюда. Так, ботаники называют этот цветок виолой. А как он называется в русском народе? Нет. Анютины глазки, еще один лепесток. Пожалуйста, сюда. Какой цветок произрастает на месте лесных пожарищ? Цветок. Он у нас растет. Он, в принципе, может быть, не подразумевается, что он... Но его и травой... Нет, 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 нет. Нет. Иван-чай. Иван-чай. Да. Ну, поехали дальше. Однажды богиня цветок Флора спустилась на землю и стала одаривать цветы именами. Всем цветам дала имя, никого не обидела. И только один цветок остался без имени. Однако Флора одарила его чудесной силой возвращать память людям. Как называется этот цветок? Не забудка. Не забудка, правильно? Совершенно верно. Так, а теперь давайте мы с вами посчитаем. Здесь у нас один лепесток. У вас два, три, четыре. У вас четыре и четыре. Ну что ж, соревнования между четыре и четыре. Так, вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда Наталья начала свой бизнес? В 2006-м. Зуперосимовна победила в этом конкурсе. Давайте поаплодируем Зуперосимовне. Наталья приготовила подарок для победительницы в данной викторине.